Сегодня, 24 мая, исполнилось бы 70 лет русскому и американскому поэту Иосифу Александровичу Бродскому. Несмотря на его большую популярность, многим тяжело назвать его известные произведения и факты из жизни. Несмотря на это, мы все же попробуем узнать, какой он известный, неизвестный Бродский. Он поэт из эмиграции, больше ничего не знает. Иосифом Бродским? Нет. Не знакомым? Не знаете, кто это? Нет. Не знаете, кто это? Сможете ли назвать хотя бы одно произведение Иосифа Бродского? Мы слишком маленькие. Сколько классов окончил Иосифа Бродский? Ой, это точно не отвечу. Например? Вот, предположить. Ну, предположить. Ну, допустим, 8. Где находится мемориал Иосифа Бродского? В Москве. Сможете назвать хотя бы одно произведение? Бродского? Нет. Может, пару строк? Нет. В честь кого называли Иосифа Бродского? Иосифом. Даже не предположим. Ну, предположите, вот Советский Союз 1940-го. Не ради же Сталина. Именно ради него. Именно ради. Именно в честь Иосифа Бродского. Все, пойду вскрою, прочту про него. По какому направлению получил Нобелевскую премию Иосиф Бродский? По какому направлению? Ну, в литературе нет. Скажите, в честь кого назвали Иосифа Бродского? В честь дедушки. За что получил Иосиф Бродский Нобелевскую премию? Я думаю, за или фильм, или повесть, что-нибудь такое культурной программе касается. Назовите хотя бы одно произведение Иосифа Бродского. Иосифа Бродского? Да. Вот прямо сейчас, как сейчас, помню, учил в школе. Переправа, переправа, берег левый, берег правый, снег шершавый, кромка льда. Простите, это Твардовский. Твардовский. А Бродский такого не написал? Нет. А, тогда я не читал Бродского. Хорошо. Где находится мемориал Бродского? Мемориал не знаю. Да, наверное, там, где умер, в Венеции. Расскажу правильные ответы. Иосиф Бродский бросил школу в возрасте 15 лет в седьмом классе и пошел работать на завод фрезеровщиком. Его мемориал находится в Венеции, в городе, где он так любил бывать. Несмотря на то, что почти полжизни Бродский прожил в Америке, большинство его произведений написано на русском языке, а это значит, что он русский писатель. Пожалуйста, не забывайте об этом. И с добрым вас утром.